Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, рада вас приветствовать. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая, парапсихолог, энергет, практик. Дорогие, арканы Таро – это мой магический инструмент. Я не Таролог. Те, кто желает обратиться индивидуально, я смотрю экстрасенсорно по фото, и в каналах «Яснознание», «Ясновидение» и «Информация» идёт разным путём, но это считывание, это не физиогномика. По вашим лицам, ни в коем случае. Ещё много интересного. Читайте информацию под видео, а всё, что вам интересно, мы обсудим в личном диалоге, когда вы обратитесь с вашими заявками ко мне на индивидуальный приём, если вам это интересно. Итак, такое желание сейчас, знаете, есть ли у него совесть? Тему такую издать. Есть ли у него совесть? Почему он так поступает? Ясно, понятно, да, что, по-моему, тону и недовольным словосочетанием можно понять, что ведёт он себя приподлючье. А вам, Пронь Прокоповна, просили передать, что вы подлюка, да? Ну, это же в кино был такой, помните? Откуда, можете написать в комментарии. Я знаю, но не скажу. Хочу, чтобы вы мне дали обратную связь. Поболтаем? Дара Маны, Магия Маны и Киноманы. Буду рада. Девчонки, пишите какие-нибудь фильмы, сериалы, которые вам понравились. Нравятся. Очень много, что я смотрела. В принципе, очень искушённый зритель. Вот. Ну, вдруг что-то будет такое, что-то хочется пересмотреть или же что-то новенькое. Вы для меня откроете. Я открою с вашей помощью для себя. Буду вам очень признательна. Ну, и другие наши, наши сообщники из нашего сообщества, да, тоже будут рады, девочки. Я думаю, так. Девчонки, есть ли у него совесть кроме этого? Посмотрим, что там, в общем, он удумал, что у него на душе, в помыслах. В общем-то, будем смотреть. Ну, ниточка канва, она будет вестись просто вот. Идти, 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 и выведем. К чему-нибудь логическому или нелогическому, да? Ну, а сейчас мы ему хорошенечко почешем косточки. Не за ушком. Ибо надо вести себя прилично. Да? Парень ведёт себя не очень прилично. Смотрите, ваша ситуация, где он там, ваш котик накосячил. Где мимо лотка, как говорится, да, сходил. Ну что? Итак, первый аркан нам показывает, что он топчется на месте в смутанных совершенно, правильно сказать, интерьерах, в тёмных интерьерах, в тёмных аналах своего подсознания, где-то там паттерны его могучего подсознания, что-то ему подсказывают, что ничего не надо делать, да? Ну-ка, давай причины твоего молчания, ничего не делания, девочки. Его дом выходит на первое место. Ещё что? Хитрый лис, хитрый жук. Это нужно учитывать. Всё в дом, всё в семью, всё к себе в коморку тащит. А как же вы, да? Ещё что? Ну ещё он общается с друзьями, он может посещать выставки, кинопремьеры, неважно, с друзьями общаться. То есть он общительный человек, он может как закрыться в своём доме, и вот с помощью своей хитрости и приспособленчества у него и связи есть разные, да, и он любит быть в центре внимания. А как он к вам сразу сейчас? Вот же он не делает шаги. Ну посмотрите. Его чувства, его манеры, его эмоции к вам, они вроде бы как ярки, могут быть очень нежны, как лепестки этих цветов, но и также быстро могут завянуть. Вот он весь на пороге, я у ваших ног, и тут же хопс, и слинял куда-то потихой грусти, и молчит. Или что-то там как-то непонятно себя. В общем, его эмоции, чувства и отношения, оно какое-то пока ненадёжное. Конфетно-букетное, но очень ненадёжное. Что ещё? Так, человеку нужно, конечно, бы заикориться, но ощущение, пока он то ли в своей семье там проводит время, то ли, значит, где-то в обществе красуется, преуспевает, но почему-то нам вот это икорение, да что такое, перевернуло колоду, и всё равно арканы переворачиваются. И ещё какие-то вести должны быть, вы не всё знаете, естественно, да, не всю информацию о нём имеете. Хорошего толкана или негативного. Можно сказать, что здесь много сюрпризов у этого человека, может быть, для вас. А он, конечно, много чего может добиться, и этот человек – сюрпризный момент. Звёздочка с небосклона. Как вам повезло. А ну давайте, хвалите его, да, искупайте овладесментах. Вам крупно повезло. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши, да. Опять же, тайна и смута есть. Всё равно, я считываю с этого человека хитрость. Особенно, если этот человек женат, если у него уже есть гнездо, свил гнездо, и вам подрит, подрит. интеллект. Знаете, если человек сто процентов холостяк, то, скорее всего, его можно сподвигнуть на серьёзные отношения, на гнездо, на совместное. Но, опять же, здесь есть некий ключевой моментик. Здесь вы, скорее всего, должны быть как бы что ни было, вы должны выбирать его, и вы должны быть сами загадочные, со связями, у вас должны быть тоже какие-то у вас моменты, которые он будет для себя открывать, которых вы пока ещё, может быть, ему о себе не сказали, а может быть, ну, может быть, знаете, как, тоже интересное, вы для него должны как бы дверь открывать, вот так. То есть не только он вас куда-то, что-то где-то, а вот ему нужна женщина, которая его выведет, какие-то новые перспективы, новые дороги для него откроет. Ещё он, кстати, может быть на перепуте между двумя женщинами, кстати, вот о чём ещё говорит Аркан-Змея, вот то, что я увидела до этого, и подтверждение. Это соперница может быть, это могут быть люди, которые разносят сплетни, различного рода кривотолки, которые могут о вас отзываться плохо, и ему что-то там втирать в уши. Если у вас есть общие друзья, знакомые, сослуживцы, вот. Так, ну ещё посмотрим, на что обратить внимание сразу, на препятствия ещё. Хорошая сила и дружба. Девочки, вообще дружить с этим человеком очень хорошо, важно и значимо. Сильный человек как друг, как помощник, он может не предать, он может вас защитить, особенно от напасти, но мы его не видим как любовника или любимого человека, как он себя будет вести, да. Поэтому тут можно разделять общественную и личную жизнь, да, то есть как друг, он супер, как надёжный такой защитник, да, конечно, как муж он был бы тоже очень хорош, но сейчас мы его в этой сфере посмотрим, что у него там с совестью его, почему он так поступает, но он всё-таки он вас обижает. Давайте посмотрим. Так, по вашим письмам, по комментариям мы сейчас вот ему и прочёстываем его, так сказать, пощекочем ему пятки. Давайте заглянем ещё в подсознание, ох, как мне нравится. Сейчас мы его, сейчас, сейчас. на Тару наслаждений прощупаем. Девочки, кстати, хочу сделать объявление на моём втором канале, на моём втором канале «Магия и психология Тару» выпустила сегодня видео, значит, первая декада следующего месяца, оно будет для вас актуально, даже если вы будете смотреть зимой, а сейчас лето, осенью, не важно. Ну и сейчас особенно актуально, я постараюсь сделать ссылочку под видео, вот, пройдите, посмотрите, поддержите видео, я думаю, что вам будет очень интересно. Там очень много информации, насыщенное видео, такой информацией, да, не коротенькая, не сильно длинная, средненькая такая, я думаю, вам будет очень-очень интересно. Обязательно, и в комментарии, прикреплённом, сделаю ссылочку на данное видео. Ставьте, пожалуйста, лайки, поддержите канал, потому что в наше непростое время сейчас это очень важно. Да? Итак, дорогие, что у него там по части вообще, что там за мозгодельство-то происходит? Ага, всё-таки здесь третьи лица. Смотрите, либо события, либо ещё какие-то женщины, которые, или которые интересуются этим человеком, он тоже, знаете, как бы не делает чёткий выбор. Может быть, это жена, может быть, бывшая, может быть, он всё-таки где-то по сайтам там лазит, знаете, что-то для себя приключения ищет, а вы как бы знаете, и уйти не можете. Вот он струны души вашей перебирает, делает вам больно одновременно, и одновременно у вас садомаза такой, да? Не любим себя, любим страдать, но это такая вот изысканная пытка. Извините, ежели что не так. И ещё. Как не старайся перед ним, как не ухищряйся, не наваривай борщи трёхлитровыми кастрюлями, а то и пятилитровыми, он вам скажет, а я так много, а я кастрюлями не ем, так много я не ем, да? Вы старались, плюхали полдня положили, пироги напекли, хлеба, чекушечку там, и прочее, и прочее. Ну, конечно, какой откажется от такого? Ну, вдруг вот у него свои события, а он взял и поскакал просто, да? И вы сидите, как дурочка с помытой шеей. Это уж такое выражение, дорогие, не берите на свой счёт. Но, тем не менее, где-то около, да, каждая из нас знает вот такие моменты в жизни. Значит, старались, старались и достарались, да? А он и был таков. Это тоже вот про совесть. Ну, да, здесь, слушайте, здесь мало того, что человек такой инфернальный, он может видеть и нижний астрал, ощущение, что у него просто точка сборки смещается, и он то хороший-хороший, а потом фигакс, и он уже сам на себя не похож, а-ля этот синяя борода какой-то, да? Вот что-то такое, не дай бог, конечно, или карабас-барабас, вот такой странный тип. Что у тебя? Может быть, ты просто псих? Или ты нервный? Или ты хороший, но такой вот вредничаешь? Слушайте, ну, сильно плохого вы не показали уж так, чтобы... Вроде бы он и готов развивать с вами какое-то сотрудничество, да, какое-то, ну, что-то там, в контексте отношений, либо взаима, не знаю, чего-то приятного, удобного, может быть, это зарабатывание даже какое-то, но это вообще, конечно, может быть, вы в друзьях, это тоже втюрились вот в несвободного человека. Значит, он просто говорит, мы идем одним путем, допустим, но не перетекаемся, чтобы 2-4 на 7, у нас разные с тобой, в принципе, конечные цели, может быть, так, да, даже если мы идем в одну сторону, но мы должны уважать самость друг друга, и никто никому ничего не обещает, вот идем на легкости, да, с другой стороны, вы посмотрите, даже в паже, он здесь, смотрите, он ревнует, он пишет и стирает, он хочет написать вам, и стирает, и, ну, нервничает психо, да, что-то есть, вы в нем задели какие-то его тонкие и темные струны души, вот, он такой соблазн имеет, скажем так, к вам, вот, но чувствует, что его куда-то засасывает, и сам этому не рад, скорее всего, не может себе разобраться, поэтому ему лучше, что каждый живет для себя, вот так больше, здесь больше эгоизма, по шуту, по дураку, с другой стороны, здесь могут быть какие-то новые отношения, совершенно, даже если вы этого человека знаете, какой-то, может быть, вы на новый этап должны выходить, да, или всегда новизну чувствовать, так, давайте спросим в чувствах к вам, что он там скрывает, почему он, вот, хочется его так, больно дернуть за ус, да, что там еще у него, не то или не так, по отношению к вам, ну вот, здесь он эгоиста, девчонки врубает, эгоиста, и закрыт его эгоиста, до его сути, до искренности, фиг докопаешься, он очень похоже, что все равно, какие-то есть взаимодействия, с какими-то дамами, бывшими, настоящими, любит он как-то быть в центре, все-таки внимание, и ищет природу, родную женщину, страстную, перед которой бы ему хотелось упасть на колени, вот, хотел сказать, и вот оно, подтверждение, найти свою, которая прислонилась и забыла, все, отдыхает, да, но чтобы и страстная была, с одной стороны, и с другой стороны, любящая, податливая, принимающая, знаете, ты вот как это, и на шесте, чтобы сплясала, и чтобы душеньку его поняла, поняла родимого, любого, грязного, потасканного, чистого, в белой рубашечке, или в каких-то, шмет, как бы, да, там, из лужи, собрала его, увела из какого-нибудь бомжатника, там, от каких-нибудь, не знаю, фей, в кавычках, вот, ну, мало ли что, то есть отмыла, очистила, и вот приняла, прям, знаете, а он весь такой, молодец, да, сразу, хоп, и все, прям моя, где только он такую найдет, знаете ли, это очень сложный типаж, и по-моему, мужчина просто сам не знает, чего он хочет, а на самом деле, вам не хватает общения, вам не хватает, побыть в своем мирке, маленьком, закрытом от всех, такая, маленькая, уютная хижина, да, когда вам будет не до чего, только вот друг, друг до друга бы, прикоснуться бы, причем вам больше здесь тактильности не хватает, чем ему, похоже так, страсть есть, но она как-то витает, она уходит, она куда-то, она начала вроде бы есть, а потом раз, все уходит в глубину, вот в эмоции, в понимашечке, да, и все равно похоже, что вот вы больше выдаёте, а он как-то нет, он что-то подкрадывается, тут подкрадывается, а вы уже обиженная, еще плюс ко всему, качельки сложные, упиваются влиянием на вас, то, как вы реагируете, как вы можете впадать в некое отчаяние, беситься, там, раздражаться из-за него, или смотреть на него влюбленными глазами, ну, то есть, вот весь красивый ваш диапазон, от от плохого до хорошего, да, и обратно, вот, ему все это подходит, ему нравится ваша, ваша какая-то на нем уже зацикленность, и даже желание, смотрите, девочки, ну, это свободный художник, и опять же, там, что, ты дурак, как бы он себя не вел, чтобы вы себе не придумывали, он будет вырываться, его, знаете, как подмять, лишь бы не упал, с одной стороны, да, с другой стороны поджать, но никак, вырвется, такс, действия, поступки будут с твоей стороны, ой, как мило все, вот, переживать, что такое может быть потом, в будущем, девочки, здесь, насчет поступков, пока качельки, пока качели, быстренько, 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 мы сейчас вот эту вот информацию перекроем, спросим, что нужно сделать, чтобы ты обратил внимание, и стал более искренним к той девушке, которая о тебе спрашивает, что нужно вам сделать, и надо ли вообще что-то делать, ну, посмотрите, говорят, меняйся, убирай что-то из своего прошлого, живи настоящим, надо прошлое отпустить, у вас как-то это взаимосвязано, обнулиться надо, стать другой, еще старший аркан, не торопись, вроде бы как, никуда, и научись быть в гармонии с самой собой, проси ваше силы о помощи, стать, вот, как раз-таки, такой классный, и нужно, главное, девочки, это спокойствие, чтобы вы себя любили, и были счастливы, сами были счастливы, наполнены, чтобы вы были, а многим надо прошлое какое-то отмести, уже поблагодарить, и все, сделать выводы, проработать уроки, идти в новое, в настоящее, гармонично, красиво, и вот ваши желания здесь будут исполняться, смотрите, желание любить и быть любимой, быть в паре с партнером, да, кому это нужно, кому-то расслабленность, удовлетворение, как бы, когда вы уже добились каких-то высот, и вас окружают близкие люди, друзья, то есть тут разный, опять же, диапазончик, да, от близости двух, сердец, до масштаба, что у вас там и семьи могут быть, какие-то друзья, и все вам хорошо, и вы уже чувствуете, что вы, ну, как-то вы себя находите, хорошо вам и приятно эмоционально, в кругу ваших людей, в принципе, это же обмен энергии, это очень здорово, да, и вот как бы, ну, что еще желать, желание, в принципе, исполнено, ну, может быть, еще что-то новенькое, да, но тут как бы нет предела совершенства, нет предела мечтаний, но что-то прям как-то здорово, что вам делать, расслабиться, да, поверить в высшие силы, в промысел, то, что плохо, убрать, да, почистить, и все, закрыть, и на волне такой гармонии, понимания самой себя, гармонизация здесь нужна, у вас будет счастье, и еще совет, рекомендация общей, знаете, где-то иногда не надо выбирать такие маневры, что вроде как и вашим, и нашим, наверное, иногда просто полезно сказать то, что вы думаете на самом деле вслух, пусть даже это будет с кем-то окончанием, отношения и прочие какие-то разрывы, но зато у вас уйдет негатив с вас, какая-то тяжесть с вас, да, здесь карма, еще смотрите, колесо судьбы, как бы вы не пытались идти аккуратненько, осторожненько, здесь скорее всего, нужно уже, тем более, 13 аркан, вышел ангел-хранитель, далее, да, как-то расставить все точки над, ай, кто и что и как, кто вас тормозит, кто вас вниз тащит, и кто вам позволяет быть самой собой, и быть лучшей версией самой себя, если пока что это вы, и нет близких рядом таких, да, людей, вот, или любимого, ну, так, будьте счастливы сами по себе, вы можете осчастливить, в принципе, этот мир, разными способами, и тут ваше желание исполнить, тут будет прекрасно, все и хорошо, и клево, и вы найдете свое счастье, или счастье найдет у вас, или это будет взаимно, да, все ставить на мужчин, здесь нельзя, тем не менее, у вас будет и друг хороший, и император у вас на пороге, и любовь, и счастье, все в одном, вот на этой красивой ноте, мы сейчас закончим наш сеанс, помедитируйте, посмотрите это видео несколько раз, закрепите хорошую информацию, плохую, примите, это надо принять, нельзя просто так взять, и вот, кыш-кыш, так, как комарик, нет, нам нужно принять, проработать все-таки, поблагодарить, и отпустить, простить всех, себя, если можете, да, никого не можете, ну, что делать, простите себя хотя бы, как минимум, и вперед, из песней, в прекрасное, настоящее, и будущее, дорогие взаимности вам, я думаю, что вы и пальчики вверх поставили, и комментарии написали прекрасные, и подписались на канал, и колокольчики нажали, звенькнули, ну вы же у меня умнички, все самые лучшие, прекрасные, и, ну, что еще сказать-то, благодарю вас взаимно, я очень рада вашим комментариям, и вашим вот таким поступком, поддерживающим, мою работу, мой канал, да, и обнимашки тем, с кем мы на одной волне, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok